На 20 дней вы задерживаете один? Да, здесь 10% добавили. Ну, опять же, из-за демонстирования, потому что такая проблема произошла. Слушайте, я понимаю, что это не причина. Это вообще не причина. Вы на 20 дней задерживаете, вам оплату максимум, что вы ходили и искали товарища этого. Так начался объезд мэром города Оксаны Фазиной Советского округа. Первая точка – местный парк, на территории которого проходит третий этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды за 26 миллионов рублей. Советскому парку, как и некоторым другим городским пространствам, не повезло с подрядчиками, которые в 2019-2020 годах сорвали сроки работ. Новый стройкомпании в дедлайн, который был объявлен 1 сентября, тоже не уложатся и задержат работы на 20 дней. Впрочем, вскрылись и другие проблемы, по словам подрядчика. Он в две недели не мог получить подпись одного из сотрудников ДЭУ Советского округа, из-за чего зависло финансирование. Сначала должен ДХБ подписать, потом он. Две недели у нас ничего не подписывали. Поэтому… Какой вы ДХБ? Не было такой вопрос. Вы разберитесь, вы большие, у ДХБ огромное, больше тысячи человек штат и какой-то товарищ по фамилии, имя, отчество. Ну, может быть, без настроения ходит, его две недели надо ловить. Что это такое? Впрочем, там, где кнут, обязательно должен быть и пряник, несмотря на то, что многие общественные территории находятся в стадии завершения, а заметно изменившимся за последние три года облики города отмечают не только местные жители. Светлана Калинина, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, которая повстречалась с делегацией в парке, отметила, в самом солнечном городе страны жизнь стала кипеть по-настоящему. С особым вниманием городоначальница относится к детям, поэтому в первую очередь ее волнует судьба и состояние учебных учреждений. Следующая точка – школа номер 63. Минувшей зимой ученики большинства из умских образовательных организаций буквально замерзали в кабинетах. В этом году такого допустить никак нельзя, заявляет Оксана Фадина. Сейчас мы были на 63-й школе, где активно ведутся работы, и буквально на следующей неделе уже приступят к монтажу теплового узла, а повсеместно по всем этажам идут работы, связанные с заменой полностью всей системы отопления. Впрочем, провести отопление в этой школе – не единственная задача у второго корпуса. Они разделены на младшую и старшую школу, должны к первому сентября положить новый асфальт. Решение принято мэром после письма одной из жительниц, поэтому, как говорится, будет сделано. Впрочем, на этом обращения от омечей не заканчиваются. Галина Егорова всем сердцем болеет за местный школьный бассейн, который долгие годы из-за своего состояния не работает. А еще пенсионерка, как оказалось, активно следит за жизнью города и его последними новостями. Бассейн. Весь этот бассейн вот так перевернули. Уже давным-давно никто там не занимается. Он в таком злачевном состоянии. Оксана Фадина пообещала проработать. Озвученный Галина Егоровой вопрос и заявила поручение президента о подготовке проектов по капремонту школ не застал Омск. Врасплох. Программа долгожданная. Уже к следующему году будет готова вся проектно-осметная документация. В частности, это 88-я гимназия, которая сейчас закрыта из-за аварийного состояния. И можно будет подавать заявки на участие в федеральный центр. На этом контроль за объектами, на которых проводятся работы, будь то благоустройство, ремонт или строительство, не заканчивается. На следующей неделе градоначальница намерена посетить парк «Зеленый остров» и строящийся детский сад в Больших полях.